Сила, мощь и молодость Камы. 28 июня Нижнекамской гидроэлектростанции исполняется 40 лет. Четыре десятилетия прошло с момента пуска первого агрегата в 1979 году. За свою историю ГЭС, являющийся третьим гидроузлом в каскаде Камы, трижды повышала годовой объем выработки энергии. И сегодня станция снабжает электричеством не только набережные Челны, но и другие города республики и страны. Нижнекамская ГЭС – один из центров электроэнергетики России. 40 лет назад, в апреле 1979 года, здесь запустили первый агрегат. А уже в июне электроэнергию, полученную здесь, пустили на единую энергетическую систему страны. Альберту Каримову посчастливилось стать частью этой истории. На станции он прошел путь от мастера до главного инженера. Первый агрегат монтировали под шатром. Здания еще не было, вспоминает мужчина. Торжественный запуск пришелся на 4 утра. Однако перед этим были многодневная подготовка и ожидания. Все проверяли, один раз прошли, проверили. Директор КАМ «Свецэнерго» говорит, проверьте еще раз, опробовали каждые узлы. А народ стоит, ждет, много народу. Всем же охота посмотреть, как агрегат закрутится. Агрегат закрутился, а за ним еще 15. Столько же турбин станция имеет сейчас. Однако в настоящее время все они, да и сама ГЭС полностью автоматизированы. А тогда все приходилось выполнять вручную. На смену выходило до 13 человек. Сейчас на вахту требуется вдвое меньше. На главном щите находятся всего лишь 3 человека. Начальник смены станции, электромонтер главного щита управления, электромонтер под станцией, это электромонтер ОРО. На машинном зале 4 человека. Это основной оперативный персонал, который мы находимся круглыми сутками. Таким образом, 16 агрегатов Нижнекамской ГЭС эксплуатируются всего семью специалистами. Однако за ними стоит еще и оперативно-ремонтный персонал, работы которому всегда хватает. Каждый объект станции должен работать исправно. Поэтому их задача – постоянные проверки. Причем на разных уровнях. Над водой, в сердце ГЭС, в машинном отделении и даже под водами Камы. Сейчас мы находимся в сухой пательной самой низкой эксплуатационной точке Нижнекамской ГЭС. Под нами находится грунт и битон, а над нами практически 40 метров Камской воды. Ежегодно на станции капитально ремонтируют по три агрегата. Вместе с этим на Нижнекамскую ГЭС постепенно приходит и цифровизация. Однако, несмотря на течение времени, этот объект – один из самых молодых в стране. Общая выработка с начала эксплуатации составляет более 66 миллиардов киловатт-часов. По состоянию наша станция – одна из самых молодых станций в период строительства еще в Советском Союзе. Сейчас на станции работает более 250 человек. Ежегодно в период половодия через нее проходит до 15 тысяч кубов воды в секунду, которая потом преобразовывается в энергию. Вся электроэнергия станции передается сюда на РУ-500. И после по линиям электропередач идет в единую энергосистему страны. Сегодня Нижнекамская ГЭС – это четверть мощности компании Татэнерго. Она способна покрыть потребности всей республики в пиковые часы потребления электричества утром и вечером. Любовь Захарова, Андрей Буслаков, Ильнар Мустафин, Челны, 24.